Написано. Все написано. Хитрый чик. Давайте начнем играть. Эпизод 1. Итог 0. В который раз? Во второй. Игра адаптируется под ваши действия. А Тейл Тейлы... Тейл Тейлы. Опять вернулся. Чтобы услышать очередную историю о несказанных богатствах и немыслимых опасностях. Что ж, у меня есть немного времени. Если верить легендам, Земли Пандоры содержат таинственные инопланетные сокровищницы с передовыми технологиями, обладающими неровятной мощью. Хранилища. Так их прозвали в народе. А те, кто пытается найти их, называли искателем хранилища. По крайней мере, так я их называю. Можно сказать, что красавчик Джек был один из таких исследователей. Хотя его методы, возможно, были несколько неспортивными. Он возглавил корпорацию Гиперион и погиб, пытаясь починить себе Пандору. История странная штука, друзья мои. Она будет помнить о пиратах, вроде красавчика Джека, но позаботит искателей приключений, которые рискуют всем за менее очевидную награду. Рассказы, лежащие в основе легенд, гораздо лучше отображают настоящее положение дел. Рассказы показывают обе стороны истории. Все 200 накрестного отца, сказал же. Ну, он же сказал. Все происходит. А, полцены? Инвертус? Ооо, ладно, согласен. Хе-хе. Ладно, согласен. Аватар? По-любому. Хе-хе. Это точно начало? Что я такого не помню? Фиона! Да ладно тебе, мы же можем сработаться. Я не помню такого. И точно эпизод 1. Фиона, здесь что какая-то утечка радиации, про которую я не... Рис, человек компании. Это вы. И так? Кто ты такой? И здесь я задаю вопрос. Ладно, тогда будь добр. Спроси себя, кто ты? Ты какого черта? Расскажи мне о проекте Гордис. Так вот в чем дело. Слушай, Гордис тук, владельца. Если ты хочешь вложить деньги в нечто стоящее, то я советую приобрести тебе недвижимость на Эдене. Ладно, 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 ладно. Не надо умничать. Я нестерпелив. Начинай говорить. Трудно заобразить, с чего начать, когда меня тащат по пустыне. С самого начала. Ладно. Ладно. Чего вы там не можете решить? Я не понимаю. На то, что он не может кинуть деньги на дополнительную игру, которую он только что добавил, а почему он не может так сделать? Допустим, будем считать, что он кинул 150, потом 50, докинул. Какая разница-то? Какая разница-то? Чего вы там не можете решить? Ну, кинет он на Энвербус Виртус. Я буду только рад. А будет Сторм, и я не буду рад. Все началось с повышения, да. Пожалуй, так и есть. Знаешь ли, всю свою жизнь я что-то там делал. Думаю, именно поэтому все считают меня плохим парнем. Самый грозный в Гиперионе был красавчик, Джек. Мне так хотелось быть таким же, как он. Да, всем хотелось. Именно поэтому в компании работали одни ублюдки. А после смерти красавчика Джек все стал еще хуже. Вписываться удалось. С трудом. Но благодаря паре предательства, но прическе и помощи моих друзей, я уверен, что он на повышение, которое должно было изменить всю мою жизнь. Точнее изменить нашу жизнь к лучшему. Я летал в облаках, для нас это был великий день, а вот вон, к счастью, был сосредоточен на более важных вещах. Что ты купишь? Я помню, сколько зарабатывал Хандерсон, я подсчитываю его очки. Вон, ваш лучший друг. Можно начать с обеда, блядь, тихо. Думаю, можно начать с обеда. Хорошая мастер. Начало отличное, когда мы закажем три самых дорогих блюда. Хорошо. И пару бутылок, блядь. Должны отметить, бро. Мы идиот вместе вечером, не потратим хотя бы 500 долларов. Потом мы встречаемся с Иветой и идем куда-то там. Ммм, лучит отлично. Слушай, вы совершили столько гадостей, чтобы стать теми, кто вы сейчас. Сожалею ли я об этом? Конечно, да. Каждую ночь. Да это не важно, потому что у тебя получилось. Чувак, ты заслужил это. И не думай, что... Не, мы это сделали. Если я продвигаюсь дальше, мы все продвигаемся. В этом можешь быть уверен. Я ценю это, Рис. Знаешь, большинство тут имеют очень короткую память. Ты, я и Ивета. Мы будем управлять этим местом. Да, так и будет. Ну ладно, чувак. Давай сделать что-то там лицо. Фальшивая улыбка. Нет, слишком нисходительно, дружелюбно, знаешь. Подними-ка голову повышь, как будто спрашиваешь меня. Нет, у тебя что в носу? Как это? Ну, отлично выглядит. Будто ты меня презираешь. Прекрасно. Вы не дадите поиграть своими вопросами, уважаемый Сильверсворт? Почему он выделен зеленым? Потому что он не выбрал игру до сих пор. Я не могу его отследить. Не могу его найти. Окей, все, все вопросы мы решили. Чего я сначала начал? А потому что, блядь, сначала начал. Вот так вот. А че мне надо было продолжать? Просто середина игры. Игру, которую продонатили. Замечательная будет идея. Дайте поиграть, пожалуйста. Все. Дайте поиграть. Мистер Хендерсон, присаживайся, Рис. Подожди, секунду. Не, я говорил не с тобой. Да, теперь я говорю не с тобой. Да, но свет должен быть не краской, а черный. Потому что черный круче. Хватит спрашивать, почему хорошо, Джерри. Лучше задайся вопросом, как. И как только машина будет готова. Если тебе интересно, вот машина. Васкес, он же генеральный крабник. Дом, дорогие. Дом, дорогие. Дом, дорогие. Дом, дорогие. Дом, дорогие. Дом, дом, дорогие. Дом, дом, дорогие. Дом, 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 дом. Дом, 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 дом. выше спасибо блять не скройте спасибо bosman что срал нам похоже мы не ожидали меня тут увидеть рис если я правильно все понимаю так и есть ты явно этому не рад куда делся хендерсон он отошел отдел теперь ты будешь отчитываться мне рис и чтобы ты знал ты получил повышение это там тяжело но это отлично ты уж подумал ну все намного сложнее чем все можешь представить повышение повлиять на твой будущих компании слушай ты ведь хочешь знать почему в этом кресле я по той же причине почему север называет севером почему красивые пареньки всегда находит девушку и почему своим видом все космические корабли напоминать член это судьба рис и мужчины настоящие мужчины как я сам держат свою судьбу если хочешь можешь обижаться на меня я не против ты волен делать все что захочешь но с тем кто пойдет против судьбы всякое может случиться двое человек мешает кому-то идти к цели и лучше этим человеком был бы не ты видишь ли это повышение позволит тебе не вмешиваться в чужую судьбу и решить свою собственную именно поэтому мой друг я повышаю тебя до джерри почему машина еще не моем офисе васкис это август августа круто погоди я пока что не один так что ты чё покупаешь ключ от хранилища или как ты это ты чё достал его уже все время нет конечно я все же заинтересован в покупке да и рядом с компьютером 10 миллионов да не так просто достать такую кучу денег столь короткий срок не пытайся торговаться мне просто нужно немного больше времени а зачем ты тянулся быть я кто угодно только не васкис чё происходит у на 1 дареный доступ с галактических компьютер монитор очень дорогой потребность высокая логинг юга васкис данный момент просканировать один файл завершён закрутить шифровать расшифровка гинский трогли почему-то в это все сбросит мясо счетов хорошо просто дай мне время ладно я буду через если хочешь получить свои 10 миллионов долларов то придется дать мне еще пару часов хорошо постарайтесь как можно быстрее просто жди туристическом магазинчике в каком-то там сейчас там находишься короче конечно конечно хорошо передавай привет своей маме черт надо о чем там говорили это звук мое повышение мы говорили насчет моего повышения на да твое повышение хандерсон был врагом он не знал свое место ему нужно было преподать урок 1 смирение но ты я уважаю тебя рис именно поэтому я повышаю тебя до помощника старшего уборщика чего нет не менее ты не можешь теперь я босс рейс я могу делать все что захочу старший сантехник уже подписал приказ который вступает силу незамедлительно к черту я ухожу я ухожу постараюсь выражению щенок единственный способ уйти из гипериона последовать за хандерсона своден рис а в бороду можно ему дать жаль летник рубль не обязательно нам тебе знать когда нужно будет выбросить мусор чё это было но не может так с нами поступить ну уже смог не-не-не-не не может быть наконец вон конец это место здесь каждый по локоть в крови все это знаю не все пока не все успокойся нам просто нужно залечь на дно пока что не придумано все не так уж и плохо старший помощник уборщика рис пройдите в сектор д-450 один уберите там мусор потому что теперь это ваша работа собирать мусор голыми руками привет миломон прости чё ты говорил я тебя перебил рис почему ты должен убирать мусор я думал тебя собираются васкес лишил меня повышение он выкинул хандерсона в космос и понизил риса до уборщика до уборщика ёптыш мать значит вы не заплатите за обед иветта ваша лучшая подружка секретарь и сатрапезник что просто пытаясь разрядить обстановку и я не взяла с собой кошелек так что кому-то придется за меня заплатить я скажу тебе кто должен заплатить васкет я не знаю он же вроде не можем это так оставить мы должны что-то сделать он убил человека перехватим его сделку перехватим его сделку да точно отлично о чем ты говоришь васкес собирается купить ключ от хранилища у какого-то у кого-то с пандоры наверное поэтому его и повысили единственное что нужно гибериону больше чем деньги на ключ от хранилища это просто идеально так мы сможем не только поставить его мудаскеса но и найти ключ от хранилища сколько он стоит миллионы больше нам нужно где-то десять миллионов достать чтобы совершить сделку секунду готова я не буду врать это впечатляет я ведь работаю в отделе доходов и я только перевожу деньги целый день 10 миллионов для экипирона это пропажу и не заметят в течение час круто я смотрю ребятки тут вы и сами отлично справляетесь я пойду поем одна если вас не убьют то свякните меня хорошо вот тут 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 нам нужна твоя помощь чтобы нас прикрыла выделила транспорт ты ведь в этом мастер она без этого никак и да может пришлешь одного грузчика ну или двух там вдруг опасно станет слушай одно дело лопошить пару лопухов с пандоры но украсть у гибериона ну друзья а друзья должны помогать друг другу тырить всяких лам в этом суть их торты их как фаргал ладно я заплачу за свой обед когда мы вернемся ладно но ты заплатишь на сегодняшний обед тоже добру грампчат слично нас есть пару часов сначала снимем деньги потом организую вам вылет на пандору обеспечить снаряжение и предоставить служебную машину гибериона что служебную серьезно а мы не можем выбить нам первый класс откидной вверх сиденье с подогревом и прочее удобство да конечно откидной вверх я смотрю вы готовы на все чтобы сделать машину защищенной и при этом вы еще собираетесь выжить на пандоре класс если мы хотим что-то украсть нам нужно не парьтесь у меня есть одна тачка на примете какое сука это злой хватит спать там ну ну либо спать ложись слышь па 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 пам паш нет бомб до свидания или как те игра ну это что лт как можно кинуть на всем верш можно почему нет только модера просите записать потому что я заняты я не могу музон какой музон какой классный музон и он очень копирает а вы я его гифт дон чика и сколько хочешь кинуть они вообще все сделали мне кажется очень хорошо твою мать это было что мы что-то сбили надеюсь был не какой-то коллега кажется кажется она мертво мы убили его мы убили его но убийца отлично увидеть расслабься вон это скак не плодятся как дикие кролики все равно грустно типа да типа тем более он живой welcome to pandora так что мы скажем если спросим откуда мы взялись мысль в смысле что мы скажем людям у нас должна быть история я предпочитаю не говоришь ему украли давай скажем васки сдал нам чтобы заключить сделку за него да конечно хотелось бы план покруче но думаю и этот сойдет картина не из приятных это пандора что-то ожидал да я знаю меня просто немного напрягает тот факт что ко мне прикован 10 миллионов долларов вот и все просто будь на чеку ладно не хочу остаться дальше чем требуется среди с деньгами что правда слушая одно слово и это отправить там грузчика если вдруг местные будут слишком агрессивно это правда и она дал мне это дубинку шокер за как она работает но она ништячно да палка ништяк запишите кто нибудь из модеров максим лишь смысле мы принесем ключ начальному сделать нас королями ты даже они нас точно сделать и отправить команду использует ключ да 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 давай сначала вернемся с ключом потом шампанское все остальное купим тебе новые жилеты потому что вы сливаетесь со спинками этого автомобиля вы чё ребят да не кстати у вас киса машину угнали еще 10 кто не по час текстурами датчик пик пикает но я ничего не вижу мир интересности правильно да ты видишь нет ну что у них спросить они выглядят нормально или может спросить их сам ты ближе к ним вот подойди спроси направление а не было третьего варианта не пойти вообще пойдем назад слышь пойдем назад я че цикую уйдут паузы есть хочу прям вот так вот можно прям паузу нажимать все всем будет останавливаться в диалогах отработать интересно фирка ты занят даже даньчу просить это целое дело он скажет что он на телефоне и пошло на все нахер так двигаться я научился двигаться вот это отлично поговорить смотреть ну а вы что такой человек неприятный парень да не можем торчать везде здесь рис хорошо знаете где находится мир интересностей должен быть это здесь заблудились зачем он туда промолчу такой сделал умное лицо что вы тут забыли гипереза знаете что разрушили этот город кто звонил больницу боже мой кто позвонил в больницу даже есть стоишь где мир интересности перестань тратить наше время и скажи где на этой помойке можно найти дебилов помни я дерзанул чет по моему не знаешь и думал сегодня будет скучно малышок чемодане котеночек покажите в чемодане хорошо слушай пока мы еще не начали перегибать а у вас есть здесь что-то вроде собрания или чего чего тут делать очень ой м бандиты на еще у нас тут рис давай у нас тут парочка киприонских подстрекателей господа робота вета вызывай серьезно уже нам просто нужен грузчик хорошо открой меню первичная автомат не знаю ракете запускай будет запуск начнется за жеребят либо да и чемодан либо свои головы вам решать ну-ка о пауза работает чего в общее помимо жертв тоже писать надо ну ты можешь куда-то в одно место записать и потом посчитаю еще ребят давайте поговорим обсудим все я думал не за руки держится бум притихли сразу коляска трансформер прибыл а сэр здравствуйте убить их зачем он ничего не делает замечены злые взгляды ожидаю указаний дело только то что я скажу так ты делай что-нибудь уже пожалуйста перестаньте видишь легко что ты еще кто здорово даю большевичка должен тему ведь не терпится а это неплохо это плохо нехорошо да сколько можно уничтожьте робота бум до свидания до свидания ракета 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 добро пожаловать в забвение теперь я знаю почему они так дорого стоит спасибо сужи 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 погоди погоди рей вы могили из они за грузчик догони машину автобот остановитесь воры тихо спокойно 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 сдохни а как это делается то может это на джойстике наделать почуя на фейс можем пересесть на джойстик не работает нет не хочет не хочет я не совсем понял как ты работает ой подписки так тихо и я я интересно интересно у у у шанты славненько дырок цены вот это и было интересно у 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 Вон! Вон, где вы? Рудигер! Убить и зажарить Что ты сделал с Воном? Откуда мне знать, твой дебильный робот выкинул у нас обоих А теперь стой и сдохни Нет! Ой Извини, чувак Я случайно А вот это было специально Тебя-то я искал всегда Этого момента так и ждал Ай Тихо-тихо-тихо, ладно, грузчик Грузчик, поставь машину на землю Без проблем Бандиты повсюду Пожалуйста, делай что-нибудь Био-б-б-б-б-б Поцсистема требует вмешательств Пора бояться Оптимизировать Пулемет Эффективность оружия, состояние, малый запас А что это такое? Поменять что ли? Взлом? Что происходит? Я что-то делаю Модификация системы оружия Эффективность оружия 110% Готово Обстоятельства проанализированы Активирую режим Непропорционального ответа Спокойной ночи, Варвара Никитична Тут текст, я же не могу остановиться Прям вот вообще все Пацаны, вы откуда? Мужицкий дождь Аллилуйя Дождь и фаталити Да сколько можно Как мы пойдем внутрь? Мы могли бы Дай Во-во-во-во-во Спасибо грузчик погодите что определенно не круто и почему вселенная наказывает хороших ай помогите пожалуйста металл крепок но доп слаб давай рис скажи ему пусть убегает эвакуация прощание сладостная игра бамблби улетел не он жив он жив он это запомнит своего первенца я назову грузчиком грузчиком грузчик аризович да нет я поверить не могу что мы остались живы я не хочу больше видеть как у людей мозги из носа тикают никогда вот и все это было самым страшным что со мной когда-либо происходило тоже не знаю почему эти бандиты кто-то все закончилось мы справились смысле мозги как сопли да согласен было жутко но мы пережили а ведь могли бы умереть по крайней мере мы теперь знаем что груза 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 кликуха груза на самом деле мое имя грузчик сокращенно чик в общем я так назвался твою медь наверное наверное ты в чем-то прав так давай найдем этого августа купим ключ и и свой массу чертова матери моски моски подсвечивается вообще защите скелет человека слышь парень здесь все животные выглядят как здоровенные монстры и в первом борту он такого не видел вроде может его там и не было так кресле значит чечел животных это ладно но вот это уже что-то жутковато вот зал знаменитости пандоры находится здесь встретить с лицом к лицу со знаменитыми личностями планеты узнать их они закончили свое существование пожалуйста смотрите под ноги удивительно удивитесь став свидетелем того как внезапно оборваться жизни выбора нет мы пробуем пройти здесь это кстати то как раз место куда нам нужно было мир интересности по ходу еще бэм бэм который не следует путать с его братом бумом был правой рукой кого-то там когда по имени бум был увлекался метанием взрывчатки и подрывом взрывчатки как и все местные шейд уроженец фандоры и истинный гурман шейд пользовался уважением своих земляков жителей уазис он отличался невероятно чистым разумом нам будет его не хватать и тут вообще не нравится накаяма вот это я помню тот еще был засранец рабочую гипперионе ученые исследователи профессор накаяма был одержим идеям клонирования красавчика джека чьей личностью он был он восхищался погиб при падении с лестницы чё даже шутку не отправить не отпустишь похоже стычка на улице травмировал даже сильнее чем меня смотри у него остался гипперионский айди правда возьми гипперион просто платит хорошо платит за такие штуки иди провод окей командант стил я тебя узнал командант стил была когда-то жестоким лидером алого копья лидером она была до самой гибели когда ее пронзило еще пальцы потом она была убитого второй раз после воскрешения в виде причуденного зомби робота может дальше пойдем помните командант стил она в первой части давал задания очень много очень часто а потом она ладно не буду говорить ничего добрый день мы из иван все даже дверь никто не откроет закрыто ты чё издеваешься мне кажется мы зашли с черного входа может зайдем и поищем главный выйдем я не знаю там бандиты с повсюду снаружи может на одном из этих теней есть ключ случайно найдем ключ это будет просто здорово ну ладно окчо смотрите в поисках ключа ахахаха ахахаха шейд нисколько не безумен ахахаха как дела как дела как бы я иногда давно не видел почему ты притворялся мертвым 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 спящим может быть но не мертвым ну второе пти события что что-то вообще за место аттракцион какой-то что ли какой-то жуткий уродливый кукольный театр и я спасибо а джонни депп и чип и дейл дали свое разрешение на использование образа да я помнил что она живет я поэтому как-то я сдержал себя чтобы сегодня говорить так кто-то может не видел я не знаю начало меня зовут шейд а это мой мир интересностей и скажу вам сразу не очень жаль юные джентльмены что он довелось видеть его в таком жалком плачевном состоянии время ничего не щадит сами понимаете вообще ничего но к сожалению мы закрыты на реконструкцию но это не значит что раз надо выходить выгонять можем чем другим заняться мы ищем человека по имени август должны встретиться с ним ты чего не знаешь на этот счет о конечно конечно а чего так сразу не сказали вообще-то вы опоздали да мы знаем да если хотите купить что-нибудь странное и нелегальное то пришли точно по адресу мой дедушка основал это место он был настоящим мудрецом ну знаете животных там любил вообще он до сих пор такой определенный жив на это самое место где вы были? в пробку попали? ребят скопион обычно пунктуальней ну извините я не знаю слышали вы взрывы снаружи но знаете ли нам пришлось вырезать около сотни бандитов только что постучать в треклятую дверь как раз время для беседе коллекции да ну что ж такова жизнь на пандоре если наводить на всех панику всегда найдется урод который сделает извоз мишень для ракет ну ладно занимайтесь своими делами я просто уйду все и август думаю вы и так это знаете август парень с ключом или август не знаю какому удобней ну че ты пялишься ээээ ээээ него там прет изо всех щелей ты понимаешь о чем я ладно понял понял хватит уже об этом так как тебя зовут так стоп меня зовут перенужно знать моего имени я знаю твое имя ну ладно я не знаю какого черта вы там задумали но ведь мы здесь ради обмена денег на грёбаный крючат хранилище так точно давай будем дружелюбнее друг другу я ведь стараюсь или нет разве стараюсь стараюсь так что давай начнем все сначала меня зовут август а меня зовут не твое дело деловая сделка не обязательно быть друганами нет мы не станем друганами дебил но мне будет намного спокойнее себя буду знать кому отдаю ключ от хранилища нет чувак нет так это не работает ладно садись уже быстрее начнем быстрее закончим чем буду я тут так покажи деньги покажи ему деньги он без проблем ладно извините куча паролей тянетах не проблем просто технический нюанс даже дайте мне секунды можете даст стимул ускориться дать стимул тебе ускориться хоть раз ни в чем на жизни видели что такое похоже это прекрасно ну что 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 обычно я провожу дела по погоди что мне это не нравится у меня плохое предчувствие какое предчувствие слушай ты же сказал если мне что-то не понравится я говорю мы уходим так что ты там чувствуешь она в порядке сдавай типа уже покончим с этим чем выбрать то успокойтесь все в порядке успокойся мы купим ключ августа и сразу же да просто покупает меня ключ сашка учет это делать мне мне все это не нравится смотрите в тупые лица они тот счет задумали что-то несешь он все это время вел себя как последняя скотину не просто посмотри на этого парня на его лицо о чем и не так с лицом еще нормально с лицом на август вспоминает павла эстеки на самом деле мне бреда пита напоминает в каком-то фильме не за лицо не такой прям фактурная так прошу доверься на в гребене работает только не только ублюдки ты совершаешь большую ошибку саша саша послушай я понимаю что не доверяешь гипериону как ты догадался да знаю у меня нет никакой причины нам доверять но вот что я тебе скажу мы не такие как те уроды вообще мы пытаемся насолить одному перцу и для этого нам нужен ключ так что я прошу тебя возьми деньги и разрушим жизнь самый большой мрази в гиперионе пожалуйста значит ключ вам нужен для того чтобы обмануть какую гиперенскую шишку именно так ладно я не против круто давай же приступим так стой давай разберемся а вот все хорошо ну то есть не знаю если ты уверен у меня меня все хорошо предчувствие прошло август соглашайся не уверен что сегодня подходящий день ну ты ты еще такой не надо слышали а если ты сомневаешься она сказала что предчувствие прошло август не нужен открыть сделка и сделка предчувствие прошло август она сама так сказала сделка все еще в силе никаких проблем давай просто не прости парни я думаю что буду иметь дело с васки сама теперь еще это нам лучше пока разойтись хорошенько обдумать сделку может другой раз парни милый мы уже здесь должны согласиться правду меня я передумал август подожди рис договариваться по твоей части так сделать что-нибудь стой чего давай вынести ему мозг вынести ему сердце так давай вынесем ему сердце пойми чем там сделать на мозг август я не могу просто так тебя отпустить приятель да ну и как ты мне помешаешь да уж так я иду сердце у закрался сомнению что за внезапность тут я чую с каковым дерьмом завоняла так так вы посмотрите кто у нас тут я как раз собирался перейти самые мои любимые части ну помнишь кто и где ты появляешься и рушишь мою жизнь ты подлая пандорская дрянь зачетная прическа лжи гиперенский кусок дерьма у меня и вправду зачетная прическа ай да замолкни ты прекрати глаз пропала в жаль хотелось бы выбить лжевую пасть тоже что твой лжевую пасть тоже попал фиона мошенница кстати ты тоже все хватит добилась своего я не лгал ясно я приукрасил да и откуда тебе в этом знать тебя на сделке не было не могу поверить что ты так и не догадался об этом конечно же я была там идиот с тех пор как ты там появился твоя черт твоя часть пиона очередь расскажи своему части в сделке ты не мог меня спросить первый ты меня похитил же несколько часов назад возможно и мог возможно я сидел тут на жаре окруженный сраных раков лишь роков лишь да хорошо я поняла этот жулик упустил самую важную часть всей этой истории которую да это будет не очень хорошо это трудно объяснить ключ от хранилища разбился появился главарь психов на стенку явился искатель хранилища прошлый раз когда играл я выбирал вроде появился главарь психов у меня в принципе сейчас без разницы кто сейчас первый напишут то я и выберу я в принципе знаю что пойдет дальше на по главарю психов но если кто-то хочет что-то другое ну кроме первого я не знаю что там быть с одним вроде все как-то более понятно на сделку явился понятно искатель хранилища окей даже все написали на сделку явился искатель хранилища ну же отдай мой отвали чёрт мужик да ты ненормальный и даже догадываюсь что что может быть да здрасьте еще бы этого что стало вдруг важно а ты не хочешь рассказать что это все твоя вина ой да ладно я не виновата ну почти ни в чем ты там чё улыбишься что ли понять бы что у тебя на уме понятно только позволь мне рассказать все с самого начала вот они короче да я родилась здесь на пандоре в городе окутанным мраком известным под названием монстра и лащины это в пещерах так или иначе я долгое время жила там с сестрой просто пару детей которые воровали все подряд чтобы выжить пока мы не встретили феликса пытались украсть его бумажник но он просто поймал нас показал нам искусство воровства с тех пор мы работаем вместе подготовка слишком затянулась она нас ждет последнее дело было самым крупным всех она могла обеспечить нас на всю жизнь знакомая история что я могу сказать так начинается многие истории фиона расслабься беспокоиться не очень феликс наставник преступной жизни вот игра вышла на сто процентов ну да тип того выглядит замечательно здесь август не идет он продаст эту штуку одно из марионета гопериона они не должны ничего заподозрить немногие видели крючих хранилища будь он настоящий или нет краска все еще сохнет проследить чтобы никто не прикасался к нему здесь только пару проблемных мест так я думаю не о чем беспокоиться он точно выглядели реалистично к нему нельзя прикасаться да все нормально выглядит и великолепно феликс это лучше что я мог сделать за отведенное время и лишь профи твоя работа твоя сестра сыграет свою роль но тебе суждено закончить дело любыми доступными способами если она представить тебя как сумасшедшую то ты будешь сидеть на корточках кричать поездах из какашек ясно прежде что образа важно для дела у меня есть блестящий мясо цикл ты излишне беспокоишься ты можешь рассчитывать на меня ты можешь рассчитывать на меня ну ты можешь рассчитывать на меня феликс я знаю приятно это слышать ну поехали фиона фиона тебе роль сыграя максимально протоподобно сделка выпадает нам неожиданно но время от времени для полноценной подготовки это риск и дополнительные меры предосторожности непредвиденных ситуациях идешь в пурпурный ска кто планируешь ограбление планируете ограбление необходимо мне понадобится что-то побольше не люблю оружие зачем мне я не люблю оружие на самом деле не люблю оружие я тоже не люблю но оружие можно защитить ты должна взять его пистолет только для крайних случаев один патрон именно так ты в состоянии решить большинство ситуации словами они выстрелы слышь мариарти пушка у нее бляха ухо не высохшая краска не притрагиваться помню 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 не об этом не может пистолет только для крайних случаев да я поняла деньги мы еще день не будем собирать ну ладно забыл что по времени то